Здравствуйте, меня зовут Ольга и я как всегда приглашаю вас на урок географии. Сегодня мы изучаем население зарубежной Азии и говорим об особенностях типа населения Азии или азиатском типе населения. Что ж такое азиатский тип населения? Однозначно ответить на этот вопрос очень сложно, но мы можем перечислить некоторые особенности. Это, во-первых, огромная численность населения, как зарубежной Азии в целом, так и отдельных стран. Это очень неравномерное размещение населения. Есть регионы, где густо, а есть регионы, где пусто. Это связано с особенностями природных условий и традициями истории расселения людей. Это очень пестренациональный состав. Несколько сотен, более полутора тысяч разных народов, этнических групп населяют зарубежную Азию. От арабов Юго-Западной Азии до папуасов Новой Гвинеи на Востоке. Это преобладание сельского населения значительное, потому что более 50% дохода зарубежная Азия получает все же за счет сельского хозяйства в некоторых странах. И это особая специфическая урбанизация, которая связана с гигантскими городами и зачастую трущобными районами на их окраинах, а иногда и в центре. И это особый тип миграций, который определяется трудовыми миграционными потоками. Численность населения зарубежной Азии крайне высока. Более половины населения мира проживает именно в зарубежной Азии. Это примерно 4,5 миллиарда человек. Ну а в процентах это составит где-то от 56 до 60 процентов населения мира. И вы видите этот высочайший столбик на территории зарубежной Азии на нашей диаграмме. Полувозрастная пирамида зарубежной Азии совершенно четко демонстрирует нам особенности населения. Можно сравнить с особенностями населения мира. И в Азии мы видим огромное количество детей и подростков до 15 лет и намного меньшее количество людей среднего и тем более пожилого возраста. Хотя для многих стран характерна уникально высокая продолжительность жизни. Например, для Японии более 84 лет. Азия это самый мужской регион мира. В половой структуре явно преобладают мужчины. Особенно в Юго-Западной, Южной Азии и некоторых странах Восточной Азии. Это связано с положением женщины в азиатском обществе, особенно в обществе исламском. Женщина покрывает голову и лицо, прячет полностью все свое тело от внимания окружающих. Это отражается и в различных видах спорта, где женщины выступают полностью одетыми, несмотря на сложившиеся традиции канона. Женщина в некоторых странах не имеет права выйти из дома без сопровождения родственника мужского пола. И только недавно в Саудовской Аравии разрешили женщине самостоятельно садиться за руль и водить машину. В 2008 году весь мир потрясла историю Нуджут Али из Йемена. Она была выдана замуж в 9, а к 10 годам ей удалось с помощью адвокатов добиться расторжения этого брака. Это был очень громкий бракоразводный процесс, который привлек внимание к положению женщины в Юго-Западной Азии. Религиозный состав населения необычайно пестр и разнообразен. В Юго-Западной части Азии это религии различных направлений ислама, суннизм и шиизм. Это буддизм, который представлен в Юго-Восточной Азии, самая древняя религия на Земле. Это христианство, это мировые религии. И в Восточной Азии, например, Китай, конфуцианство, Южная Азия, местная религия индуизм, которая распространена и в других государствах зарубежной Азии. Это синтоизм, который распространен в Японии. Это иудаизм, религия евреев Израиля. И это очень пестрая религиозная карта. Конечно же, кроме перечисленных религий, здесь есть и зороастризм, который стал истоком для многих религий, и езидизм, и джайнизм, и даусизм, и ситхизм, одно из направлений религиозно-философских учений Индии. На этой карте вы видите, конечно же, очень примерное условное расположение территорий, связанных с религиями. Зелёным цветом показаны территории, где исповедуют в большей степени ислам. Жёлтый цвет – это индуизм, красный цвет – это буддизм, причём разных направлений, разных толков. Есть и территории, которые показаны светло-зелёным цветом, например, Вьетнам. Население Вьетнама практически всё относится к атеистам, то есть религии, как таковые, там официально отсутствуют. На самом деле, конечно, это не так. Территория Китая – это конфуцианство, и территория Японии – это синтаизм. На самом же деле, это совершенно невероятное переплетение течений, различных проблем внутри конфессии и между ними. Отсюда огромное количество тех мест, которые называют горячими точками. Их очень много в зарубежной Азии. Традиционно это религиозно-этнические конфликты. Например, арабо-израильский конфликт, которому уже более полувека. Это конфликт между суннитами и шиитами в исламских странах, например, между Саудовской Аравией и Южным Йеменом. Это конфликт, который разгорается с новой силой после вывода американских войск из Афганистана. Он связан с религиозным течением Талибана. Это конфликт между Индией и Пакистаном, между мусульманами и индуистами, по сути, когда-то бывшими одним целым. Это конфликты в Индонезии, на территории Новой Гвинеи, конфликты на Шри-Ланке, конфликты в Тибете, которые относятся к Китаю, в Сидзян-Уйгурском автономном округе Китая, конфликты за Кавказьей между Арменией и Азербайджаном, гражданские проблемы в Грузии и огромное количество прочих историй. Например, история о приоритете в обладании разными храмами между Таиландом и Камбоджей. Конфликтов этих очень много и зачастую это связано с еще большими проблемами, если страна обладает ядерным оружием. Например, Северная Корея, которая относится к так называемому ядерному кругу, угрожает соседям и, в частности, Корейской республике, Республике Корея и Японии. Поэтому соседи очень настороженно относятся к экспериментам Корейской народно-демократической республики в области ядерного вооружения. В ядерный клуб входят Индия, Пакистан, Израиль. И количество таких государств, к сожалению, увеличивается. Одной из самых больших армий обладает Китай, который практически иногда диктует порядок в регионе Восточной Азии. С проблемами демографическими страны зарубежной Азии справляются относительно успешно. Демографическая политика – это те меры, которые принимает государство для того, чтобы повысить рождаемость или уменьшить рождаемость, для того, чтобы увеличить продолжительность жизни или провести определенные реформы, связанные с населением. В Китае демографическая политика развивалась последовательно от лозунгов «поздно, редко, мало» к ситуации «одна семья, один ребенок», которая сложилась в 1970 году. «Поздно, редко, мало» – это означает, что детей нужно заводить поздно, детей нужно заводить так, чтобы их было очень мало в семье, и, в общем-то, дети должны быть редкостью. Поэтому китайского ребенка часто называли маленьким императором, поскольку он был в семье один. И чаще всего это был мальчик, поскольку по китайским канонам считается, что настоящий ребенок – это сын. Сегодня это привело к тому, что в китайском обществе мужчин гораздо больше, чем женщин, и им просто не найти себе пару для семейной жизни. В Китае к 2015 году резко упала рождаемость, и для такой гигантской экономики не стало хватать трудовых ресурсов. Поэтому была принята новая политика. Сначала разрешили иметь двоих детей в семье, а затем в 2021 году фактически уже и троих, и ограничения сняли. Но китайцы уже привыкли жить в семье с малым количеством детей, и поэтому проблемы остались. Китай называют народ без братьев и сестер, потому что зачастую такой ребенок в семье один. И, конечно же, он довольно избалован, ему уделяют внимание все родственники, и малыш растет изнеженным сверх всякой меры. Но это происходит не во всех семьях. Такая политика коснулась, конечно же, в основном ханских семей, то есть этнического большинства Китая, но не коснулась этнических меньшинств и прошла малозамеченной в сельском Китае. Тем более сельский Китай живет немножечко по другим правилам. Изменение численности населения крупнейших стран Азии мы можем увидеть на этой диаграмме. Как видно, в Индии грядут большие перемены, она станет лидером к 2050 году. Китай останется на своих довольно сдержанных позициях. Но вот в остальных странах увеличится население Индонезии, возможно, Пакистана и Бангладеш, что, в общем-то, чревато серьезными проблемами. Индийская демографическая политика, которая осуществлялась с середины 20 века, примерно с 1950 года, в общем-то, не принесла особых результатов. Нас двое, нам двоих, двое детей в семье. И премьер-министр Индии Индира Ганди, которая начинала эту непростую историю, в свое время даже винилась перед народом за крайне резкие меры, которые страна принимала в области демографической политики, вплоть до принудительной стерилизации для того, чтобы избежать резкого роста народонаселения. Но, к сожалению, население Индии увеличивается, и увеличивается количество людей, которые фактически выброшены из общества, не имеют работы, живут на улицах. Я говорю, к сожалению, потому что эти люди живут вне законов, вне правил и вне постоянного дохода. Размещение населения Азии представлено на карте. Оно очень неравномерно. Густо заселены Юго-Западная Азия, а именно регион Турции около Стамбула, южная и западная части Аравийского полуострова, территория Междуречья, это историческая территория, месопотамской низменности между Речи Тигры и Ефрата, а также Индия и восток Китая. Ну и особенно густо заселены острова Индонезии и полуостров Индокитай. Вот только факты. На территории Бангладеш живет людей больше, чем в России. Давайте сравним площади этих стран. Я думаю, что в правой части карты вы еле увидите зеленую точечку, которая изображается в Бангладеш. Отсюда невероятная перенаселенность и высочайшая в мире плотность населения, которое иногда доходит до 3000 человек на одном квадратном километре. Люди в некоторых местах буквально живут на рельсах. Они расстилают циновки, продают овощи и фрукты, тут же готовят еду, купают детей, стирают белье, а когда проходит поезд, все это убирают. И после поезда снова начинают жить так же, как и жили до вот этих рейсов транспорта. Это, конечно, очень сложная история. Довольно много людей страдает, погибает, но места им просто нет. Сингапур – город-государство, тоже с очень высокой плотностью населения. Это город, который находится на территории островов, и фактически на этом месте никогда не было населенных пунктов, кроме небольших рыбацких деревень. Город вырос фактически из ниоткуда, начиная с 70-х годов XX века. И сегодня в нем живет около 5 миллионов человек. Это сравнимо с населением Санкт-Петербурга. Это город миллионеров, город высотных зданий, город уникальных национальных парков, например, парк Абабочек и город высочайшего уровня жизни. Пакистан. Пакистан не обладает очень высокой плотностью населения, но население сосредоточено в основном в определенных регионах, поскольку страна обладает малой площадью эффективной территории. Что это такое? Это территория, которая может использоваться для жизни без угрозы существования людей. Например, это территория, где не бывает землетрясений или не сходят селевые потоки. Даже на примере вот этой небольшой деревни в горах мы видим, что места такого, к сожалению, в Пакистане очень и очень мало. Это характерно для всех стран Азии. Народы Азии представляют очень пеструю картину, которую мы видим на этой карте народов. Это народы, которые относятся к разным языковым семьям. Это народы, которые представляют разные языки, всего порядка полутора тысяч разных народов, этнических меньшинств. И это очень-очень сложная история, которая связана с расселением, переселением, многочисленными историческими миграциями, захватами, колонизацией и многим-многим другим. Как правило, государства Азии многонациональные. К странам однонациональным относятся Япония, Бангладеш, Корейская народно-демократическая республика, Республика Корея, также страны Юго-Западной Азии, например, Саудовская Аравия и Ордания и другие. Одним из самых интересных является народ мяо. Я его выбрала, потому что он проживает не только в Китае, да и в Китае он представлен разными группами. И если, например, поместить здесь изображение народа мяо, который живет в разных регионах Китая, то мы увидим совершенно разные костюмы, разные обычаи и разные традиции. Это скорее группа народа. Очень интересны сикхи, которые представляют собой этно-религиозную группу. Они живут на территории Индии. Сикхи, как правило, в течение жизни не стригут ни усов, ни бороды, ни волос. И они носят челму, которую делают иногда из гигантского пуска ткани. Причем челма украшается самыми разными узорами. Сикхи – это воины. И это довольно сложно устроенная этническая группа. Гуджаратцы в Индии славятся своим гостеприимством, любовью к праздникам и яркими костюмами. Японки, японцы. На территории Японии до сих пор очень сильны традиции. И молодые люди, которые отправляются куда-то погулять, например, в парк или музей, или просто на фотосессию, или для любования цветущей сакуры, очень часто надевают национальный костюм. Надо сказать, что национальные традиции в Японии крайне сильны и накладывают отпечаток на весь быт современного японца. Или экзотический народ Ифугау на Филиппинах, который выглядит очень воинственно. На самом деле это народ, который занимается разведением риса и выращивает рис на рисовых полях. На Сентинельских островах, которые относятся к Индии, живут люди, которые протестуют против цивилизации. Они просто не хотят никого видеть на своих островах. Туристам вход туда запрещен. И поэтому фотография сделана вот с таким невысоким разрешением. Она сделана очень издалека, потому что приближаться туда опасно. Можно получить удар копьем или выстрел из лука. Азия – это сельский регион. Основной доход многие страны Азии получают именно за счет сельского хозяйства. И рисовые поля Азии признаны объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. В Азии очень велика трудовая эмиграция. Особенно выделяется регион Юго-Западной Азии, нефтедобывающие страны, куда едут мигранты нескольких групп. Это мигранты, выходцы из стран Европы и США, как правило, это высококвалифицированные специалисты, летчики, инженеры. Это выходцы из стран исламских, например, из Египта. И это выходцы из других стран, например, из Индии, из Индонезии и Филиппин. Как правило, последняя группа населения выполняет самую черную, грязную, неблагодарную работу. И, конечно же, не пользуется всеми благами бесплатного образования, здравоохранения и транспорта, которые есть в странах Персидского залива, как правило, для их граждан. В Азии очень специфическая урбанизация. Это стремительный рост городов, причем многие города Азии, фактически многие агломерации, скопления городов уже достигли численности населения более чем 20 миллионов человек. Самым крупным городом Азии является Токио, как, впрочем, и всего мира. Порядка 30 миллионов жителей, что совершенно невероятно. На самом деле, Токио – это не один город, это сросшаяся череда городов, которые окружают древнюю столицу Японии, бывший город Эдо. К крупным городам относят Мумбаи в Индии, Сеул в Республике Корея и очень многие другие. Вы можете видеть их сейчас на карте. Один из самых населенных городов – это Токио, а вот один из самых занятых людьми перекрестков – это знаменитый перекресток Сибуэ или Шибуэ, который находится в центре Токио. Сюда обязательно приезжают все туристы посмотреть, как происходит переход улицы. Это перекресток, на котором одновременно может собраться примерно 2000 человек. И особенностью этого перекрестка является то, что здесь транспорт останавливается одновременно, и люди могут переходить во все стороны. Переход длится довольно долго, чтобы люди комфортно могли добраться до противоположной стороны улицы. Индия, Дели переполнены людьми и транспортом настолько, что правила дорожного движения здесь фактически не работают. Все сигналят, все стремятся обогнать друг друга, переходы отсутствуют, и перейти дорогу, в общем-то, это серьезная проблема для человека, не местного. Итак, зарубежная Азия – это самый многонаселенный регион мира, с самым пестрым национальным составом, с невероятно пестрым религиозным составом, и к странам с наиболее высокой численностью населения относят Китай, Индию, Индонезию, Пакистан и Бангладеш. Население Азии размещено очень неравномерно, связано с природными условиями, особенностями, а также с определенными экстремальными стихийными явлениями, которыми очень богат регионы, например, с землетрясениями, цунами и наводнениями, которые нередки для Юго-Восточной и Восточной Азии. Это очень многоязычный регион, поликультурный, с огромным количеством невероятных обычаев и традиций. Регион исторических памятников, архитектурных сооружений, крайне привлекательный для туризма. Но это еще и регион трудовых миграций, особенно в страны Персидского залива. Спасибо за внимание. Увидимся на следующем уроке. Всего хорошего.